Количество жертв Харьковского ДТП достигло 6 человек. Сегодня утром в больнице скончалась Диана Берченко. Девушка так и не пришла в сознание. В очень тяжелом состоянии остается беременная Жанна Власенко. А вот Юрия Неудачина, который перенес операцию на ноге, завтра выпишут домой. Все подробности узнаем от Светланы Шекеры. 24-летняя Диана Берченко умерла утром. Врачи говорят, у организма просто не осталось сил бороться. У нее были многочисленные переломы, разрыв легкого. У нее была тяжелейшая черепно-мозговая травма. Уже начался отек мозга. Врачи делали все, что они могли. Друзья рассказывают, Диана еще студенткой стала работать бизнес-тренером в контакт-центре иностранной компании. Последнее время жила в Днепре. В Харьков приехала на тренинг. Была преуспевающим тренером в этой компании. Она была очень коммуникабельная, она была очень позитивная. С чувством юмора человек. Всегда шутила, никогда у нее. Всегда знала, как подбодрить, как помочь. Сестра Дианы, Оксана Евтеева, пришла в себя, но до сих пор в тяжелом состоянии. Девушка еще не знает, что во время аварии погиб ее муж, а сестра умерла в больнице. Друзья собирают деньги на лечение и реабилитацию Оксаны. И просят справедливого наказания для виновников ДТП. Ребят это не вернет и родителям от этого легче не станет. Но тем не менее мы надеемся на справедливое решение, что все-таки виновные должны быть наказаны. Для примера другим. Сегодня журналистам показали СИЗО, где находится главная подозреваемая Елена Зайцева. Она сидит в камере вместе с девятью ранее не судимыми женщинами. Снимать их не разрешают, поэтому журналистов провели в соседнюю похожую камеру. Погибшую Диану Берченко похоронят завтра в Харькове. Что же касается Елены Зайцевой, она будет в СИЗО до окончания следствия. То есть как минимум до середины декабря. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.